Я решил сегодня поговорить с вами не о чём-нибудь и не о ком-нибудь, а о Владимире Сергеевиче Соловьёве. Вы, может быть, скажете, что эта личность, скорее, должна быть отнесена к курсу философии. Но я вам прямо скажу, что верно и к курсу философии, и к богословию. У Владимира Сергеевича Соловьёва много работ, в которых он затрагивает целый ряд фундаментальных вопросов христианства и религии в целом. Он явился своего рода родоначальником очень многих мыслей и идей, которые определили дальнейшее развитие в XX веке не только философской, но и богословской мысли. В частности, например, Зиньковский прямо утверждает, что именно Соловьёв породил или явился источником так называемого нового религиозного сознания. Я не знаю, проходили его по философии эти вещи или нет. Ну, кратко скажу, что суть нового религиозного сознания – это такое движение было в начале XX века, которое считало, что наступила новая эпоха религиозная. была первая эпоха ветхозаветная, вторая эпоха была христианской, третья эпоха, в которую вступили мы, вступаем и вступили – это эпоха Духа Святого. Потому что, видите, всё связано, опять-таки, кажется, с христианским откровением. Там мы можем найти очень дикие вещи. Но речь сейчас не об этом, это отдельная тема. Так вот, и я вполне согласен с Зиньковским, что да, творчество Владимира Сергеевича Соловьёва действительно явилось серьёзным импульсом появления вот этого движения. Если мы затем обратимся к одной из идей, которая будоражила десятки лет, да, может быть, даже и до сих пор ещё есть такие ощутимые импульсы идеи Софии, то опять скажу вам, Владимир Сергеевич Соловьёв, именно он стимулировал, он поставил на вид эту идею, он дал мощный толчок к обращению внимания на Софию. Вам всем знакомо, конечно, даже если вы её не читали, то прекрасно слышали, что, например, протерея Сергия Булгаков посвятил очень много страниц своего творчества идеи Софии. Все основоположные идеи её были уже у Владимира Сергеевича Соловьёва, и я сегодня вам их озвучу. Вот так. Третий ещё момент, на который я хочу обратить внимание. У Владимира Соловьёва мы находим мощную, я бы сказал, интенсивную, очень активную позицию защиты и оправдания Рима-католицизма. Целая большая работа у него посвящена этому. То есть не одна даже работа, у него много, но одна особенно значительная – это Россия и Вселенская Церковь. Кстати, я помню давно-давно, в прошлом когда-то тысячелетии, представляете, как давно, я был в Риме и смотрел там в Русикуме, там у них был магазин при Русикуме, там Россия и Вселенская Церковь. Отпечатано множество экземпляров. Нам её дарили, эту книгу, чтобы только мы завозили в Россию и показывали всем. В этой работе Владимир Соловьёв, как я уже сказал вам, прямо защищает примат римского папы, фальсифицирует некоторые решения Вселенских Соборов. Это вообще очень показательно. И, в общем-то, прямо себя показывает, как в настоящее время католика. Недаром, что очень многие были убеждены, что он даже переходил или перешёл в католичество. По крайней мере, его дружба с епископом Штросмайером – это одним из таких, я бы сказал, епископов, епископов, который был на стороне последующего старокатоличества, но который не подписал, естественно, старокатолическое заявление старокатоликов. Вы помните, старокатолики – это те, которые не приняли решение Первого Ватиканского Собора о примате папы. Вот, он был очень большой в дружбе с епископом Штросмайером, у него большая переписка была с ним. Вот, и у многих были, кажется, большие основания утверждать, что Владимир Соловьёв принял католицизм. Ну, правда, скажу сразу, что это не подтвердилось. Он никуда не переходил. Он просто уходил от православия. Одно дело – уйти, другое дело – куда-то прийти. Вот, и то, что он действительно был увлечён католицизмом – это факт бесспорный. Но о переходе, я думаю, что говорить не приходится. Вот так. Я вам назвал только некоторые идеи специально, чтобы вы увидели, что эта фигура не какая-то элементарная, что это не просто один из русских философов конца XIX века, а эта фигура ключевая в прямом смысле слова, именно ключевая. Он ключиком открыл вдруг дверь для вот многих направлений русско-религиозной и философской мысли. Поэтому я решил, что познакомиться вам с ним именно вот в этом, повторяю, ключе будет полезно просто. Ну, сначала элементарную простую справку о нём самом. Он прожил очень недолго, всего 47 лет. Как, кстати, многие великие люди, они удивительно мало жили. Я вот сейчас был там в Братиславе, смотрю там где-то надпись, какой-то дом и доска, доска, где тут был Моцарт. Посмотрел и ахнул. Мне никогда и в голову не приходило. Так он жил всего 37 лет. Моцарт 37 лет. Подумайте. Такие гении. Лермонтов 27 лет. Рядом с Пушкиным стоит. Вы подумайте только. Пушкин то же самое, 37 или 38 лет что-то. Просто поразительно. Моцарт я никак не ожидал. Но я помню, когда читал, что он в 5 лет уже написал первую оперу. Вот это гений. Вот. Ну вот Владимир Сергеевич Соловьёв. Он родился в 1853 году. Скончался в 900. Он сыном был знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьёва. Какая атмосфера была в семье. Чисто интеллигентская. Это был дворянин Сергея Михайловича. Он был православным. По субботам, когда все ночные в православных храмах, по субботам всегда, он ходил в оперу. А по воскресеньям утром он ходил к обедню. Видите? Православный человек. Вот попробуйте, придеритесь. Да. По субботам в оперу. В общем, атмосфера, в которой воспитывался Владимир Сергеевич, была такая внешне религиозная. Ну, наверное, отмечали Масленицу, конечно, да, и святки. Всё как положено. Вот эта атмосфера, она, с одной стороны, привела его к тем последствиям, о которых я скажу, а, с другой стороны, самая интеллектуальная публика бывала у них в доме. Я не помню, по четвергам, что ли, или когда-то, но собирались гости. И уже дети, естественно, впитывали себя очень много из того, что они слышали, как они общались и так далее. Кстати, скажу вам, что как аристократы воспитывали детей? Не так, как простолюдины, которые, как он растёт, как дикий бурьян. Нет, извините. Там приучали с самого детства к культуре. Слышите? С самого детства к культуре. Их учили, например, ещё вот такая кнопочка, а уже, говорят, приходят гости, там князь такой-то приходит. Да, встреть. Должны встретить. Причём, что значит встретить? По всем правилам он должен встретить. Он должен спросить, как вы доехали, как ваше здоровье и так далее. Даже попытаться сказать, если дама, то, может, не помочь ли вам это ваше пальто повесить? И так далее. Приучали к культуре. К культуре поведения. Вот это вот некое удерживающее воспитательное начало, как много оно давало этим людям. Я вам скажу, даже и в нравственном плане. Но, с другой стороны, эта внешняя культура, именно оставаясь в конечном счёте всё-таки безрелигиозной, потому что православие было только чистой поверхностью, оно не давало основ основ религиозной жизни. Помните Хомяков? Это был человек, твёрдо воспитанный в православии. Здесь вы ничего не найдёте подобного. Ну, хорошо, это очень долгие отступления. Скажу вам так, что к 14 годам Володя стал материалистом и атеистом. В 14 лет он выносит все иконы туда-куда-то наверх из своей комнаты. Никаких икон. Родители смотрят на это спокойно. 4 года примерно, это были у него до 18 лет, он был атеистом и безбожником. Родители, я ещё раз говорю, не применяли ни малейшего насилия к его развитию в данной области. Но затем, вот в 16 лет, когда ему было, он знакомится с трудами Спинозы. Это известный барух Спиноза, известный еврейский философ, который явился, если хотите, основоположником европейского пантеизма, давшего затем большие, так сказать, ветви в разных направлениях. И вот это первое знакомство со Спинозой поразило его. Настолько поразило, что до конца дней своих он остался поклонником Спинозы. Кстати, Спинозизм называли и не случайно атеизмом. Хотя это был пантеизм, но пантеизм может иметь и религиозную, и нерелигиозную направленность. Всё зависит от того, как понимать это пан, как понимать того, кого мы именуем Деус, Бог или Абсолют. Скажу вам правду, кстати, что сочинения Спиноза действительно очень интересные. Это такой интеллектуал, мощный интеллектуал, я вам скажу. Вот. И в этом плане его логика, его логика мысли, его построения, они действительно чрезвычайно интересны. Соловьёва они поразили. Он оканчивает Московский университет сначала по физмату, три курса, потом филологические, остальные годы историко-филологические, и так он вступает в жизнь. Отмечают три периода его творчества. Первый период, самый молоденький, когда ему всего восемнадцать, двадцать один, может быть, два года, славянофильский. Он увлекается идеями славянофильства. Живёт несколько месяцев здесь у нас в академии. Читает литературу здесь богословской, знакомится с библиотекой. Кстати, скажу вам, что библиотека Московской Духовной Академии была одной из самых лучших в России. Здесь можно было найти всё, что нужно. пребывание здесь в Академии нисколько не усилило у него религиозных влечений. Напротив, у него пробудилось, пробудился какой-то какой-то мистицизм своего рода, стремление, по крайней мере, к мистицизму, искание вот этого таинственного запредельного мира. он пишет кандидатскую работу мифологический процесс в древнем язычестве в 20 лет. Защищает её успешно. Работа действительно хорошая. в 74-м году, то есть через год, он защищает магистерскую диссертацию, которая, в общем-то, написана в духе про-славяно-фильском. И само название уже говорит об этом «Кризис западной философии против позитивистов», где он делает очень здравый вывод. Философия в смысле отвлечённого исключительно теоретического познания окончила своё развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего. Она, в скорую очередь, сильная мысль и очень верная. он увидел это. Вот эта рациональная философия окончила. Дальше идти некуда. Всё, потолом. Но я вам сказал, что у него пробуждаются какие-то мистические вот это влияние. Кстати, оно обусловлено, возможно, было его какой-то прирождённостью к этому. Представляете, он в 9 лет, когда он был мальчиком, он видит Софию во время херуинской песни церкви. Прекрасную Софию, женственную красоту. Это было видение очень недолгое, но оно у него запечатлелось на всю жизнь. В 75-м году, то есть от роду 22-х лет, он едет в Англию для того, чтобы заняться более основательным изучением западной философии. Там он, в Англии, совершенно ей не занимается, а весь зарылся, зарылся в литературу, в литературу по каббалистике. Каббалистик, знаете, направление иудаизма. Изучает тщательно каббалистику и ищет труды по Софии, которая особенно его влечет к себе. Как он сам пишет, здесь у него было повторное видение, мимолетное Софии, которое сказало ему, что ты меня увидишь в Египте. Он тут же все бросает на свете. Все. На корабль и в Египет. И тут с ним происходит вещь, я бы сказал, странная и даже мистически жуткая. Ну, вы представляете, моды, как тогда ходили эти длинные колпаки, цилиндры, фраг такой, все. Он приезжает туда в Египет и тут же бегом. Куда? В пустыню. Навстречу Софии. Вот представляете, что знал человек о православии? Нуль. Ничего не знал. Здесь, я вам скажу, он был на волоске от смерти. Бедуины, когда увидели это странное существо, они поняли, кто это. А бедуины с этими духами, духами темными, боролись очень просто. Палками, камнями и прочее. Они поняли. Это Че. Понятно, да? Его буквально спас только английский язык, и что он сумел убедить, что он не дух, а человек. Но кое-как они его отпустили и не убили. Но что происходит дальше? Кстати, это очень интересный факт, очень интересный факт и важный факт для оценки духовного состояния человека. Зайдя на корабль, была Пасха. И, пройдя в свою каюту, он вдруг увидел на постели на подушке сидящего лохматого с рогами и копытами и огненными глазами. Как он сам сообщал, он буквально был ошеломлён этим и ничего не нашёл другого, как сказать «Христос воскресе». Результат был ошеломляющий. Этот дьявол бросился ему в лицо. Владимир Сергеевич нашли в каюте без сознания. Увлечение мистикой, каббалистикой этой дьявольским этим мистицизмом не проходит бесследно. Я пользуюсь этим случаем, чтобы сказать вам, друзья мои, вот эта дьявольская миссия, она прилипает буквально к душе человека, который оторвать потом очень трудно. Однажды у нас здесь в Академии была одна дама, которая, в частности, за мной всё время ходила по пятам и всё время хотела мне вот моего мнения узнать об антропософии и о родоначальнике антропософии, показания портреты этот, как его знаменитый родоначальник антропософии Рудольф Штейнер. Штейнер показал фотографии. Я, ну, я ей говорил и говорил отрицательные вещи. Она всё время продолжала за мной ходить. И вот она заболевает и присылает мне одно письмо, затем другое письмо, в котором пишет, что она была антропософкой. И я вижу, что она не только была, а даже перейдя в православие, приняв, лучше сказать, православие, она не могла отрешиться от антропософии. Уже на смертном только Андрея, Андрея, она буквально скоро умерла, она, понимаете, пишет эти письма, как бы, как покаянные своего рода. Так и не отлипла эта мистическая грязь. Какой ужас, я подумал. Вообще, вот, подчас вот это любопытство, это любопытство, особенно, которое проявляется вот, ну, в молодых годах, когда всё интересно, всё на свете, как детям, знаете, всё им интересно, оно приводит к трагическим последствиям человека. Может иметь страшные последствия. Так и не смогла бедняга освободиться. Я думаю, что это приняв православие, будучи православным, исповедуясь и причащаясь и так далее. Как прилипает эта грязь мистическая. Владимир Соловьёв своей жизнью показал нам, что это такое. Вот эта погоня, вот эта мечта о Софии, кстати, он там всё-таки её, как он пишет, по крайней мере, что он её смог увидеть, Софию, там, в пустыне. У него есть стихотворение «Три свидания». Показывает, какая огромная опасность для человека. Вот этот мистицизм, вот эти оккультные вещи все. Предупреждайте своих родных друзей, не делайте, не делайте того, что делал глупый. А что это такое радиация? Да? А как это? Говорят, нельзя туда ходить, радиоактивную зону. Ну, подумай, что там. Я же не вижу, ты не видишь, значит, нет опасности. Мистицизм вот этот дьявольский, это хуже всякой радиации. Последующая жизнь Соловьёва великолепно это иллюстрирует всё. Ну, конечно, он пришёл в себя, нашли его без сознания, пришёлся, вернулся, в Россию. Он был очень талантливым человеком, очень талантливым человеком, хотя, должен вам сказать, с другой стороны, очень любопытный момент. Все основные идеи его творчества не его. Он откуда-то их берёт? София вовсе совсем не его. Римско-католический примат и тут и говорить нечего. Многие философские идеи. У него и Шлиермахера взяты. В общем, он в этом плане не оригинален. Но у него хороший язык, интересная логика. главная вот эта его направленность, она привлекала к нему внимание. Он читает курс лекций о богочеловечестве. Так он называет чтение о богочеловечестве. Я вам потом скажу, о каком это. Сейчас не хочу говорить. Защищает докторскую диссертацию И здесь у него выступают на первый план основные его идеи, так сказать, с которыми он носится долго. Как я вам уже сказал, во-первых, оккультные определенные идеи, затем идея теократии, теократия, то есть создания государства, государства с управлением от лица церкви Бога, теос, власть Бога, теократия, то есть когда верховным правителем становится не светский правитель, а первосвященник. Он мечтал, он здесь выдвигает идеи, защищает ее и мечтает о соединении, таком соединении России и папства, при котором папа будет верховным руководителем, а русский царь будет исполнителем, что ли, движущей силы или исполнителем всех дел земного порядка. Объединение русского царя с римским первосвященником. Вот это его идея теократическая, она не просто оказалась, ну, просто идеей и все. Владимир Соловьев становится прямо на почву антиправославия. Антиправославие и антиславянизма, антирусизма как такового. В это время он очень много строк посвящает защите, оправданию, и даже не просто защите, оправдания, а возвеличению евреев, поляков. У него что-то в крови это было, и, возможно, что кровь говорила об этом. Кстати, его защита еврейства была очень такой сильной, как и все его работы, надо сказать. И я помню, когда был в Иерусалиме, там есть музей Яд-Вашем, которому ведет аллея деревьев, именных деревьев. Каждое дерево посажено в честь того или иного праведника мира, праведника мира. у евреев там называется «каждый нееврей, который сослужил большую службу еврейству». Так вот, одно из деревьев нам показывает там посажено в честь Владимира Сергеевича Соловьева. Вот он много посвящает этому, этой защите. Опускает большие работы, целые циклы. Например, великие споры, христианская политика, критикуют русскую православную церковь и православие в целом. Ну, вот вам, кстати, иллюстрации цитирую. «Таким образом, в силу отрешения от мира, Афон и другие вместо церкви воинствующей на Востоке создали лишь церковь дезертирующую». Явили собой на Востоке лишь церковь дезертирующая. Это в статье Владимир Святой. Или «На долю славянской» – знаете, касается всех уже славян. «На долю славянской самобытности с её лучшими началами приходится только хотя и чрезвычайно великие, но совершенно пустые и ничем не оправданные претензии». Какие резкие слова. Интересно, «На долю кого же тогда приходится оправданные и не пустые любопытно?» Или «Вопреки всякой видимости реформа Петра Великого имела в сущности глубоко христианский характер». Вы слышите? «Почему же?» – вы спросите. Он продолжает. «Ибо была основана эта реформа Петра на православно-религиозном акте национального самоосуждения». Какое прямо уничтожение славянства как вот нации. Хорошо только потому, что там было осуждение всего национального. Еще бы. Прорубил окно в Европу. Отнял патриаршество. Завел культуру чуждую. Началось уничтожение православия. Антоний Храповицкий митрополит и святитель Иларион Троицкий называли реформы Петра I кощунственными. Чувствуете? Полюс. Владимир Соловьев и названные кощунственными. Уже в 1895 году, за пять лет до своей кончины, он пишет величку пишет, к величку пишет, ваша принадлежность греко-российской синагоге, под синагогой, понимаете, что он разумеет? Русскую православную церковь. Я прожил у вас несколько недель великого поста, и мы с вами правил поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как, дальше выделено, всё это не для нас писано. Кто же вы такие тогда? Как я сказал уже, многие считали, ему писали и говорили, что он перешёл в католицизм. Однако, в одном из писем в 90-х годах Крозанову он пишет. Я также далёк от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской. Исповедуемая мною религия Святого Духа, вот оно, новое религиозное сознание, религия Святого Духа шире и вместе содержательнее всех отдельных религий. За три года до смерти он пишет капитальное сочинение «Оправдание добра». Кстати, действительно, это очень фундаментальное сочинение, в котором затрагивается масса вопросов, чрезвычайно интересных вопросов. И я думаю, что вы здесь можете для себя найти весьма много любопытного и полезного даже. У него там много разрешений различных проблем. Это, если хотите, нравственная философия. Это фундаментальный такой труд. Последний период его творчества, это третий, значит, первый славяно-фильский, нечтожно-малый, второй, самый большой, обнявший фактически всю его жизнь, всю его творческую жизнь фактически, это период западнический, западнический, период, где он восхваляет Рим и католицизм в национальном плане осуждения славянства и возвеличения поляков и евреев в плане философии заимствования массы идей из западных философов. И, наконец, третий период, ну, по крайней мере, так исследователи делят, ну, и, в общем-то, в этом есть логия какая-то, третий период, который называют апокалипсическим периодом. Это буквально последние его два, там, полтора года жизни, прямо перед смертью. Душа его начала чувствовать смерть. Вы знаете, это любопытная вещь, что душа уже знает. И у нас она у всех знает. Только мы крепко закрываем её действия на наше сознание вот этой своей суетой и грехами. Так вот, действительно апокалипсический. Он отказывается, даже, если хотите, от идеи теократии. То есть, ну, как отказывается? Он не критикует, но перестаёт об этом говорить. Вот эта идея власти Папы в содружестве с русским царём у него отходит. Кстати, вы знаете, что эта идея-то означала? Я его не сказал. Что-то эта идея власти Папы совместно с русским царём. Это, знаете, почему это важно, считал он? Почему это необходимо? Он же был великим защитником идеи осуществления Царства Божия на земле. И он считал, что власть Папы и русского царя и осуществят эту идею Царства Божия на земле. Владимир Соловьёв. Я уже говорил вам, что эта идея нашла себе немало сторонников в последующей богословской мысли. Например, у протерея Павла Светлова, профессора Киевской академии, да, прямо есть целая работа, посвящённая, если хотите, этой, о защите этой идеи. Так вот, третий период, 99-й, 900-й год. Собственно, почему называют это даже периодом? Он пишет три разговора и поиск об Антихристе. Это последняя его работа. Три разговора о чём там? О войне, о прогрессе и, если хотите, о конце мира. Что он выдвигает, какую идею? И поскольку он писать действительно мог очень хорошо и сильно, то что он тут защищает? Вот какую идею. Он считает, то есть он показывает, что перед лицом Антихриста – римский Пётр, православный Иоанн и протестантский Павел, он берёт название трёх апостолов, перед лицом Антихриста объединятся и противостанут ему. Вот основная идея его повести об Антихристе. Какую можно дать оценку? Человек ещё раз показал Владимиру Соловьёву, что он абсолютно игнорирует откровения божественные, которые мы находим в книгах Нового Завета, абсолютно не знает учения святых отцов. Если вы посмотрите, уже тогда это было достаточно видно. И писали святые отцы об этом, нашей русской хотя бы церкви. А сейчас тем более есть это объединение, наверное, произойдёт, но не для того, чтобы противостать Антихристу, а для того, чтобы принять его. Маленькая всего ошибочка у Соловьёва. Чуть-чуть. Точно наоборот. Чтобы принять его. Я уже неоднократно говорил вам, как сейчас развивается процесс. Вы все видите, идёт процесс обмерщения церковного, христианского сознания во всех конфессиях без исключения. Во всех. Слышите? В том числе, значит, и православие. Церкви всё больше и больше превращаются в департаменты какого-то социального служения. Социального и политического служения. Основы духовной жизни разлагаются. Монашество теряет свой облик. Вопреки прямым запрещениям, прямым правилам церковных, соборов, да и самой логике жизни. Монашество, оказывается, превращает в одну форму. Это беда. А за монашеством, как говорил Феофан Затворник, всё, как говорил Игнатий Бринчанин, всё, последует падение самого православия. Женщины, девушек полно в мужских монастырях. Это что такое? Пение во что превращается? Богослужение, это концерты оказывается. Я стою на всенышленной академии, не могу. Крик, крик и крик. С самого начала и непрерывно дальше. Стою на литургии в монастыре. Крик, крик и крик. На русском монастыре смешанный хор. Девицы поют, монахи служат. Но лучше не придумать, картинка просто. И это во многих, во множестве и множестве мест только русской православной церкви, не говоря уже о других. Идёт обмерщение какое-то полное. Всё внимание обращено на что? Только на внешнее строительство. Это, я вам скажу, беда и большая беда. Поэтому Владимир Соловьёв мечтатель, только так можно сказать, наивный мечтатель объединяться, чтобы противостать Антихристу. Не противостать, а принять его совациями, как Иоанн Павел Второй сказал. Я надеюсь, что мы вместе с Иудиями встретим Мессию. Правильно. Какого? Какого? Кстати, когда он был, Иоанн Павел Второй, у стены плача, то он оставил там записочку. Так мне сказали, утверждают, что это так. А вы знаете, что это такое, записочка? Когда находится, например, при захоронении раввинов, таких значимых, еврейских. Сейчас я был в Братиславе там, и заходил в еврейский мавзолей, и там нам объяснял хранитель его, говорит, что, я смотрю, что-то набросано огромное количество, записок, все. Оказывается, это записки с обращением, кровинами, кровином обращения, своими просьбами. Смотришьте, записки, что значат. Кому Иоанн Павел II обращался, я не знаю, кому конкретно, но у стены плача находясь, конкретность уже не имеет особого значения. Впрочем, это я вам не могу выдавать за достоверный факт, я не был свидетелем, но это вот сказал человек, как совершенно определенный, такой, именно достоверный, вполне факт. Так вот, пожалуйста, это римский первосвященник. Вот какое уже намечается противостояние Антихристу, слышите? Да, уже все религии объединятся и прославят этого единого Спасителя мира. Он очень интересная личность, Владимир Соловьев. Видите, как я много говорю, тут трудно удержаться. Скажу, что смерть его была такой интересной. Он пригласил священника. Пригласили священника, но он начал с ним спорить. Начали спор. О чем неизвестно. И священник, я сейчас деталей не помню, надо посмотреть, но, кажется, оставил, сказал, что вы подумайте и на следующий день может принять причастие. Но вот на следующий день он причастился, допустил его причастие. И умер он, как кажется, примиренный все-таки с церковью. Как кажется, примиренный с церковью. Не удивляйтесь этому. Я вам скажу, разбойники бывают разные. Мы разбойниками называем только тех, которые грабят, убивают тела человеческие. И я вам скажу, что эти разбойники – это пигмии по сравнению с разбойниками, которые грабят и убивают умы и души человеческие. Но я глубоко верю, что как разбойники первые могли каяться, и первые в рай вошел именно разбойник, который убивал и грабил тела, так я верю и надеюсь, что и разбойники, которые убивают души, тоже могут покаяться. И Бог тоже их принимает. И я думаю, что Владимир Соловьев, возможно, относится к этой категории. Ну, хорошо, друзья мои. Это то, что касается его жизни, некоторых, так сказать, направлений его творчества. Ну, а теперь я хочу познакомить вас с конкретными идеями его творчества. Я думаю, что для вас это все-таки небезынтересно. Кое, чем я уже сказал, но есть вещи, которые надо и повторить, и, может быть, разъяснить. Вот отец Георгий Флоровский писал, что Соловьев пытался, я вам цитирую, пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. Точно сказано с задним только маленьким штрихом пытался строить церковный синтез. Ну, можно ли сказать церковный? Может, какой-то религиозный синтез? Потому что подчас в этом синтезе не оставалось совсем церкви. А так верно. Из нецерковного опыта. Это совершенно верно. Никогда у Владимира Соловьева нет обращения к святым отцам. Кстати, у него нет обращения. Он не знал их. Совершенно не знал. Поэтому относился к ним с большим пренебрежением. Он в критике отвлеченных начал пишет, кстати, «Святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины». святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины. Почему же? Так как я цитирую вам «исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию». Классический протестантизм. Уж никто так, по-моему, не обращается к разуму, как святые отцы. Нет добродетели выше рассуждения. Что такое рассуждение? То есть разумного осмысления. Именно они призывают к разумному, но разумное осмысление, я вам скажу, и правильные выводы возможны только тогда, когда наша информация, информация о чём-то, имеет достаточно полный характер. Когда же мы попытаемся сделать выводы из односторонней информации, представьте, нам сказали только об односторонней, одной стороне, естественно, наши выводы будут ложные. Владимир Соловьёв, упрекая отцов в том, что они исключают свободное отношение разума к религиозному содержанию, сам себя подвёл, чем он, совершенно не зная религиозное содержание, беру его термин, вдруг говорит, говорит о святых отцах, о том, что они не дают свободы, свободы, свободного отношения разума к ним. Все его выводы основаны на чём? На одностороннем только понимании философии, на понимании философии, совершенно не зная религиозного опыта отцов, их творений, их идей. Он, который проповедовал теософию, но, теософию только, ради Бога, не спутайте, не ту теософию, которую проповедовала Блаватская, он выступал, кстати, против неё, совсем нет. Под теософией он разумел синтез науки, философии, религии. Вот, я лучше процитирую. Универсальный синтез науки, философии и религии приведёт к восстановлению совершенного внутреннего единства умственного мира. Вот идея его теософии. Это синтез этих трёх направлений. Кажется, очень хорошо звучит, прекрасно. Одно но, он абсолютно не знал, что такое православная религия. Что же он объединял? Он изучил католицизм, и то достаточно, очень поверхностно. Он не знал православие. Что же он объединить может? Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Поэтому его вот эта идея теософии, она оказалась просто мечтательной идеей, не имеющей под собой никакой почвы. его идеи богочеловечества. Я вам говорил о чтениях о богочеловечестве. Не подумайте, что речь идёт о богочеловечестве Христа или об этом. О христианском известном догмате ничего подобного. Это у него, она только словесно схожа с христианским учением о богочеловечности. Поскольку у Соловьёва это богочеловечество означает не что иное, как сочетание души мира, сейчас я вам скажу, что это такое, души мира с логосом в человеке. В каком? В любом и во всех. Ко Христу это имеет отношение только единичное, к нему, а затем и ко всем прочим. самая большая беда Соловьёва в том, что он высшей инстанции в понимании всех вещей видит рассудок, так называемый разум. Я хочу напомнить вам замечательные слова Хомякова, который сказал разум, один разум, то есть только разум. Один разум, отрешённый от святости, был бы так же слеп, как сама материя. Точно. Точно. Увы, Соловьёв совершенно этого не знает. В своей нравственной философии он этого даже не касается. Если касается, то совершенно искажённо. Он издевается над опытом афонских монахов и сихастов. Он не понимает совершенно этого. Он даже не имеет никакого представления об умном делании. Для него это смешно. Так как Бердяев, так как потом Бердяев, то же самое, в такт ему смеётся, что афонские монахи сидят и смотрят себе на пуп и видят свет Фаворский. Правда, звучит-то как здорово? Сколько язва здесь звучит. Полное непонимание таких, таких ответственных вещей. Каковы его идеи, ну, касающиеся антологии? Абсолют, он предпочитает это понятие. Абсолют. Не Бог, а абсолют. И космос единый, единосущный. Помните, я говорил вам о его любви к Спинозе. Кстати, буквально, где-то за два или за три года до смерти он пишет трактат опять посвящённый Спинозе, вы бы только его почитали. Это понигирик сплошной. Спиноза – это всё. Подумайте, он никогда не поинтересовался Афанасием Великим или Исааком Сирином. В голову не пришло человеку или Макарием Великим. Спиноза, боже мой, поэтому, значит, абсолют и мир, то есть и космос едины. У него нет, практически у Соловьёва, нигде нет идеи творения мира. Ну, пантеизм и творение – вещи несовместимые же. Идею мира, идею мира, как второго абсолюта, он взял у Шеллинга. Ой, я вам сказал, по-моему, Шлейермахер, это моя оговорка. Шеллинг. Шеллинг. Идею мира. Как второй абсолют, как внеположный, то есть как вне себя. То есть природный мир полагается Богом из себя, вне себя. Это его, как бы его другое. Но вот что, на что обращаю ваше внимание и прошу вас как-то зафиксировать это. что он пишет? Вот этот космос или природный мир, дальше цитирую вам, есть только другое, недолжное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Классический спинозизм. Деус, сиве, натура. Бог или природа. Одно. Просто не то взаимодействие. Не та форма. Само зло даже у Владимира Соловьёва и распад в природе определяется необходимостью, вы слышите, необходимостью для Бога иметь перед собою вот это реальное многообразие, внеположное, так сказать, реальное многообразие. Соловьёв пишет. Бог любит хаос. Любит хаос. В его небытии. И он хочет, чтобы сей последний существовал. Поэтому он даёт свободу хаосу и тем самым выводит мир из небытия. Ну, всё это идеи пантеистические. Всё это спинозические идеи. Ничего нет. Спиноза, шеллинг, каббалистика, к сожалению, увы, папизм. Вот его увлечение и основные направления творчества. В отношении Софии, хочу сказать отдельно, у него нет никакого определённого учения о Софии. Мы у него находим целый ряд взаимоисключающих буквально утверждений, по крайней мере, совершенно разнородных. То он пишет, всечеловеческий организм, всечеловеческий, все люди в целом, есть вечное тело божества и вечная душа мира. Это всё человеческое тело божества и вечная душа мира, которую он и называет Софией. Это и есть София. С Софией должен соединиться божественный логос. Христос и есть этот логос, соединённый вот с этим вечным телом божества и душой мира. Это всечеловеческий организм. Я вам скажу так, что если бы он сказал просто о человечности, о чём учит православие, что логос соединился с природой человека, с природой полной, без изъятия природы человека, это одно. Это одно. Совсем другое, как он говорит, всечеловеческий организм. Здесь можно понять, что это организм, который состоит из множества, а лучше сказать, из всех людей. Это совсем другое. Одно дело – природа человека. И Христос соединился с человечеством, в смысле, с его природой, другое дело – со всечеловеческим организмом. Это уже абсолютное несоответствие к христианскому учению. Логос соединился не со всеми людьми, а соединился вот с тем, которого родила Дева Мария. Вот с ним. Вот этот Иисус, Назорянин, Он есть Богочеловек, а не всё человечество. Хотя надо сказать, что по самой идее своей, поскольку все люди призваны быть членами, то есть, клеточками организма Христова, церковь есть тело Христово, а мы есть только уды, члены, то есть, клеточки, что по самой идее своей, по направленности, да, в конечном счёте, все люди должны быть включены в это тело Христово. Владимира Соловьёва, конечно, он такими тонкостями не занимается. И отсюда получается совершенно абсурдная абсурдная идея. Мировая душа у него, кстати, он пишет о мировой душе, Пятый Вселенский Собор решительно осудил учение мировой душе. Никакой нет мировой души, как какой-то субстанции, Владимир Соловьёв постоянно об этом пишет. Более того, пишет, что она двойственна, то есть, в ней есть божественное и тварное начало. Он говорит, что душа мира есть антитип божественной премудрости Софии. Вы слышите? Эта душа мира есть антитип божественной премудрости. Он утверждает, что София есть субстанция Святой Троицы, субстанция божественной Троицы. Он говорит, что София есть истинная причина творения и его цель. Она есть принцип, в котором Бог создал небо и землю. Ну, насчет последнего, это что, можно сказать, да, вся премудростью сотворил Иси. Это, пожалуй, верно. В то же время он называет Софии и говорит, что она есть субстанция Святого Духа. То она есть субстанция божественной Троицы, теперь она есть субстанция Святого Духа, носившегося над водной тьмой. Она небесное существо и у него просматривается сближение с Божьей Матерью, Богоматерью. И, наконец, то, что его влекло всю жизнь с девятилетнего возраста и до конца. София – великое царственное и женственное существо, воспринимающее божество. Об искуплении он ничего не говорит. То есть, искупление совсем это другое. Искупление как у него рассматривается? Как свободным актом, это я цитирую, мировой души, мировая душа ведь обладает свободой. Мир отпал от божества так длинным рядом свободных актов кого? Актов личности. Все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Вот, оказывается, что есть искупление. Вот оно, оказывается, что есть. длинным рядом свободных актов все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Место Христа каково здесь? Так что, если о Софии, я думаю, это всегда наиболее интересует всех, то видите, как он понимает Софию. То Софии есть вечное тело божества, всечеловеческий организм, и вечная душа мира, раз, то она субстанцией божественной троицы, двас, то она субстанцией святого духа, носившаяся, помните, над водами, над водой тьмой трис, наконец, она великое царственное женственное существо, воспринимающее божество. Четыре. Если вы обратитесь к творчеству Сергея Николаевича, а затем протеерея Сергея Булгакова, то увидите, как у него повторяются все эти идеи. Какой большой отпечаток наложило философское, лучше сказать, религиозно-философское творчество Соловьёва на русскую мысль. Множество идей находим. У Булгакова, у Флоренского, Флоренский тоже ведь с этой Софией тоже носился, у Бердяева, да, так что Соловьёв явился действительно ключевой фигурой перед началом 20-го столетия в области религиозной и философской мысли. Соловьёв, Соловьёв, не знаю, кем ещё больше так занимаются русские философские факультеты и институты, едва ли, наверное, кем по сравнению с Владимиром Соловьёвым. Я говорю о 19-м, по крайней мере, веке. Владимир Соловьёв, конечно, стоит на первом месте. Проходит буквально ежегодные конференции, семинары, посвящённые его творчеству. Он написал много, хотя прожил, надо сказать, совсем недолго. Он жил с 1853 по 1900 год. Всего 47 лет. Но, когда вы посмотрите объём его работ, то скажете, да, человек потрудился. Не то, что мы. За 47 лет у него стоит 9 томов, причём это не просто какая-то билетристика, не то, что иногда люди с богатой фантазией могут выдать, что называется, на гора. Нет. Это литература вся, посвящённая философским проблемам и подчас очень таким серьёзным, углублённым рассмотрением того или иного вопроса. Ну, кратенько совсем о нём, совсем кратко, поскольку это уже, так сказать, сторона другого порядка. Мы с вами сейчас не на курсах истории философии, как вам, наверное, известно. Поэтому буквально несколько слов. Он сын знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьёва, кстати, который одно время был воспитателем даже, наследника царского. Какова атмосфера была в семье? Это была семья, в общем, классические православные. То есть, Сергей Михайлович по субботам, по субботам, по вечерам ходил в оперу, а по утрам воскресенья ходил на литургию. Всё как положено. Владимир Соловьёв воспитывался в атмосфере совершенно светской. Там проводились, не помню, по каким дням, по четвергам какие-то встречи, когда собирались люди такой высокой, ну, я бы сказал, из достаточно высокого общества. По крайней мере, общество было очень образованным. И Владимир уже с детства, так сказать, впитывал массу не только знаний и, главным образом, философского, литературного характера. Даже не это главное, а главное, что в такой атмосфере человек приучается к определенному направлению мышления, к определенному восприятию идей, приучается к мыслям. Он имел полную свободу в плане философского и религиозного развития и где-то годам к 14 он объявил себя полным атеистом. Кстати, посмотрите, вот, какая атмосфера, правда же, интересная православная семья. Полным атеистом из своей комнаты он вынес все иконы на чердак, поскольку совершенно ясно ему было, что никакого Бога нет. Так начался его процесс вхождения, ну, я бы сказал, в возраст. Правда, потом он эти взгляды изменил, атеизм он отбросил, да, потому что это надо быть все-таки, ну, человеком, наверное, малодумающим, чтобы быть атеистом. От атеизма он отказался. Однако, вот тот характер воспитания, отношения, если хотите, к самым фундаментальным вопросам человеческого бытия, которые он усвоил себе вот в этом светском обществе, он наложил глубокий отпечаток на Владимира Сергеевича Соловьёва. Скажу вам так, что у него было так принято, не знаю, всеми или не всеми, принято делить его творчество на, допустим, три периода, ну, кто как, конечно, ну, по крайней мере, на три периода. Мы сейчас поговорим об этом. Хочу только сказать, что он скончался достаточно рано. Это 1900 год в имении Трубецких, с которыми он был очень в дружеских отношениях. Перед кончиной он исповедовался, но исповедовался, так сказать, ну, в своём духе. Так что духовник сказал, что пока мы не будем, отложим причастие, вы ещё подумайте немножко, да. Но потом пришёл, и, в общем, он был причащён. Так что скончался он, ну, я бы сказал так, в православии, в лоне православной церкви. Что интересного ещё, может быть, из его жизни стоит отметить, что если он в этом возрасте 14-18 лет был страстным материалистом, да, и атеистом, то в то же время нужно отметить другой факт, примечательный, который также наложил большой отпечаток на его всю, всю, слышите, последующую жизнь. У него есть одно стихотворение, которое называется «Три встречи». И, собственно, исходя именно из этого стихотворения, многие, ну, и, в общем-то, все биографы сообщают о некоем особом, я бы сказал, факте, который имел место в жизни Владимира Соловьёва. Когда ему было 9 лет, и он был в церкви, то вдруг во время Херувимской он увидел по-моему, в алтаре, кажется, прекрасную женщину. Это было видение очень недолгим, но, как он пишет, оно его чрезвычайно поразило, потому что она была необычайной, совершенно необыкновенной красоты, и видение потом исчезло, но он очень долго оставался под этим непосредственным впечатлением и на всю жизнь под всё-таки, хотя и не такой силой, но под впечатлением этой первой встречи. Дело в том, что потом он уже окончил Московский университет, сначала был на отделении математическом, потом перешел на филологический, историко-филологический. Так, и когда он его окончил, то по традиции, если хотите, установившейся практике того времени, люди, имеющие, ну, и достаточно состоятельные и высокого круга лица, обычно своё образование пополняли где-нибудь Европе. Он поехал в Лондон, но там, к сожалению, он занимался не научной деятельностью, ради которой он туда поехал, а углубился в архивы и историю различных мистических движений. здесь, говорят, он занимался даже спиритизмом, то есть вызванием духов, знакомился с Кабалой. Здесь он страстно искал сведения о Софии, потому что в западной мистической литературе эта тематика прослеживается. Здесь она ему явилась, но всего на самый краткий миг и сказала ему, что он ее увидит в Египте. Салуев тут же бросает Лондон, бросает все свои научные занятия и отправляется на корабль и в Египет. В Египте тут же, садя с корабля, он в этом своем длиннющем цилиндре на голове во фраке, ну, все как цивильные люди ходят, отправился в пустыню, потому что сказал он, что там и увидел. Там встретился с бедуинами, которые поняли, кто это, для них сомнений нет, у них уже опыт достаточно богатый, что это че, понятно вам? То есть бес. Так, и взяли палки и камни и, в общем, решили, как и положено бороться с этой темной силой. Вот, как он потом говорил, что его спасло только знание английского языка, почему-то английский язык, что ли, на них произвел впечатление, но, в общем, он был на грани смерти. Это интересно, вот простой народ как борется с этой черной силой-то? Кулаками, что там еще? Кочергой да камнем, и все в порядке. Одним словом, этого он избежал тут смерти чудом, но, говорит, что Софию он увидел. Правда, не описывает подробностей. Но дальше произошло событие, которое, это уже как мне кажется, поэтому можете быть спокойны, которое наложило тяжелейший отпечаток на всю ее последующую жизнь и его творчество. Вернувшись из этого посещения пустыни, в видении Софии, он пришел на корабль, а это была Пасха. Пошел в свою каюту, в каюте кровать, и на подушке вдруг увидел, сидит этот лохматый, рогатый, с огненными глазами. Он, конечно, был потрясен этим и не нашел ничего, кроме того, как сказать ему «Христос воскресе». Дьявол бросился на него, а Соловьева нашли без сознания в каюте. Дальше подробностей нет. Ну, по крайней мере, мне неизвестно. Вот это его увлечение мистикой, вот этой кабалой, спиритизмом, где он сам участвовал в этих сеансах, естественно, привело его вот к этому явлению. Не думайте, что это происходит просто так. Ничего не бывает в жизни человеческой просто так. Все имеет свои причины и свои следствия. И вот здесь вы тогда поймете, вот я, например, глубоко убежден и можно понять то резкое изменение, которое произошло в его творчестве. Я перехожу. Первый период Владимира Соловьева, когда он был, ну, юношей просто еще, ну, скажем, мальчишкой, да. 19, ну, вот после периода материализма, который у него продолжался примерно до 18 лет, он вновь возвращается к вере в Бога и зачитывается Хомяковым, вообще увлекается славянофилами. Даже, даже у Ивана Аксакова в его журнале публикуют свои статьи. То есть, он, кажется, человек, который стал на, ну, на хорошую дорогу, скажем так. И вот это продолжалось до его путешествия, если хотите, в Лондон и затем в Египет, особенно в Египет. После чего, возвратившись, характер творчества его решительно, я бы сказал, меняется. Аксаков, который одно время давал страницы своего журнала для него, в конце концов, полностью с ним разрывает Иван Аксаков. Владимир Соловьёв становится буквально на рельсы классического западничества. Основной идеей западничества, кстати, вы учтите, вот говорят там о культуре, об искусстве, об отношении к литературе, это всё следствие. Основная идея западничества состоит в культе разума. Разум рассматривается какой? Мой, естественно, ни чей же не будь, ни какого-нибудь Антония Великого. Мой, конечно, разум является высочайшим. Он главный судья во всех вопросах. Это же надо понять. Запад именно этим живёт. И речь, конечно, идёт не только об индивидуальном разуме, а о самом принципе, вы слышите? Это принцип западного менталитета. Правильно, действительно, и, если хотите, хоть это будет немножко тавтологично звучать, разумно только то, что может быть осмыслено разумом, что может быть оправдано разумом, что подлежит разумному анализу. Разум Верховное Божество. Вот, если хотите, основное, главное, что характеризует Запад и отсюда западничество. В отличие от Востока, под которым я разумею, православие, в отличие, Восток всегда говорил, помните, мы с вами, когда о Хомякове говорили, разум, разум был бы слеп, как сама материя, отвергнувшая, отвергнувшая Бога. слеп, как сама материя. И мы действительно видим, к чему пришёл разум на Западе, отвергнув, отвергнув, что, религию, религиозный опыт, как таковое, отвергнув Бога. Он пришёл к материализму, действительно, к материи, к этой глупости, как материя. Так вот, если первый период его творчества был славяно-фильский, я бы сказал, и он чем, ну, какие моменты можно отметить? Он в этот период, это как раз, когда ему было буквально вот 20, 21, буквально вот до 20, может быть, 3-5 лет, ну, можно сказать, что до 75-го года, когда он поехал в Англию, до 75-го года, значит, он в 53-м родился, значит, это сколько ему? 22 года, да, когда он поехал. Вот до этого возраста он ещё был славянофилом. Здесь он пишет довольно интересную кандидатку, мифологический процесс в древнем язычестве. В это время в это время он приезжает сюда, в Лавру, в Академию, целый год проводит здесь, даже в нашей Академии, занимается в библиотеке. И хотя неизвестно особенно, чем он занимался, но есть основания полагать, что он и здесь в библиотеке опять-таки больше всего увлекался вот этим мистической оккультной литературой, ища ответа на вопрос «Кто она и где она?» София. Именно после этого он же отправляется в Англию. 21 года он защищает в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов». Кстати, опять написанная в русле славянофильских идей. Именно «Кризис западной философии против позитивистов». Он тут выступает с критикой, как видите, этого рационализма, который поразил Запад как таковой. Кстати, из этой работы цитатка. Ну, самая, пожалуй, существенная мысль, которая содержится в этой работе. Философия, вот я его цитирую, философия в смысле отвлеченного исключительно теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего. В данном случае под теоретического познания это можно, это подразумевается что? Рационального, то есть, чисто рационального. Здесь, в этой работе он именно пытается показать, что пределы разума уже очевидны, уже дошли до этого и дальше не знаем, что делать. Ну, я скажу, что это верная идея. Вы историю философии изучали, и я думаю, что этот момент вы отмечали. Как в древней Элладе, в дохристианскую эпоху, софисты великолепно показали, если хотите, своим сомнением, своим скепсисом, показали, что, оказывается, рассудок сам себя доказать не может. Что значит доказать? То есть, доказать истинность своих суждений. Помните, это знаменитые апории, ну, например, ахиллеса-черепаха и прочие эти вещи, когда они с помощью вот таких тонких, логических рассуждений показывали, что рассудок оказывается легко загнать в тупик, из которого он просто не может выйти. Сам по себе рассудок оказывается в тупике. И когда западная философия, это был новый виток, новый, это повторение буквально, в принципе, буквально повторение западной эллинской философии опять стало на путь, на путь доказать истинность рационального познания, то она пришла опять к тому же самому тупику. Ведь невозможно доказать истинность моих суждений через эти сами суждения. То есть, я бы сказал так, невозможно доказать, что мой рассудок обладает возможностью истинного познания, исходя из чего? Из моего же собственного рассудка. Он замыкается в самом себе. Гегель попытался, но что проку было? Кант великолепно это развенчал саму эту идею. Мануэл Кант. Так вот, так что в данном случае эта магистерская работа подвела собственно некие итоги вот этой теоретической работы и он правильно сказал кризис западной философии. Западной, то есть, вот этой рационалистической философии. Кажется, обращение уже к чему? К необходимости найти твердую основу. Обращаю ваше внимание, друзья мои, что любая философская система, она должна принять какую-то твердую основу, принять, не доказать, а принять. Так же, как наука не доказала, а приняла, приняла определенные постулаты. Ну, хотя бы самый элементарный простой постулат о существовании, о реальном существовании этого мира. Это постулат. Вы помните, у вас в семинарии была история философии, да? В академии есть или тоже есть, да? Ну, вот, вы же помните эту систему Беркли, да, это субъективного идеализма или солипсизма. Оказывается, разрушить его чисто теоретическим способом просто невозможно. Невозможно доказать реальность существования этого мира. Ну, кстати, и сама наука утверждает, физика, по крайней мере, решительно утверждает, что этот мир, который мы видим-то, это обман, нет цветов, нет света, нет звука, а всё это есть колебания фотонов, волн и так далее. то, что говорит физика, это ужасно, этот мир ужасен, а то, что мы видим, ну, это что такое? Это только воздействие этого ужасного, мёртвого мира, волны, частиц на наши, так сказать, сенсорные точки, и мы вдруг расплываемся от музыки. А философ смотрит и говорит, ну, глупые же, волны воздействуют на него, а они тают от восторга. Вот дураки-то. Так должен сказать философ или учёный. Так вот, и вопрос-то, что реально? Волны, которые действуют на перепонку и дальше, или звуки? любая система философская должна принять что-то за основу. Так вот, сама наука, представляете, сама наука позитивная, я говорю, о естественной науке, естественной знании, она должна принять, что этот мир объективный, который мы изучаем, изучаем, он существует. она должна принять, что наш разум, рассудок, находится в таком соотношении с этим миром, что может объективно его постигать, что наши теории и научные открытия – это не иллюзии, а действительно отражение тех закономерностей, которые существуют в объективном мире, а не в моей голове просто. То есть, нужно принять многие предпосылки. Так вот, и в области, я вам скажу, философии то же самое. Философия, которая попыталась строить саму себя на фундаменте чистого, рационального мышления, оказыв тупике, поскольку невозможно доказать истинность познавательной способности моего рацио, через этот рацио. Славянофилы, как помните, я и говорил, они сказали, возможность построения построения здоровой, здоровой, настоящей философской системы можно только, только при одном условии. Когда мы примем, примем, абсолютных доказательств нет, а быть не может, когда примем за эту основу, если хотите, новозаветные откровения, тогда мы можем построить действительно философскую систему на основе этого откровения. мы должны принять. То есть, можно понимать, что угодно, и любой другой, и там будет своя система. Но в данном случае, если мы не примем в качестве основополагающих основные христианские истины о Боге, о Христе, и о человеке, так, как это дано нам, то мы ничего не построим. А невозможно. Все рассыпется. Запад не принял этого. Отошел, точнее, от этого. Хорошо. Итак, примерно до 75-го года, как видите, Владимир Соловьев был славянофилом. И даже в Академию приезжал. После поездки в Англию он стал откровенным западником, но не просто западником. Например, Герцен тоже был западником, но он в то же время у него сколько патриотических таких мотивов. Ну, те же и Добролюбов, Чернышевский, да. В то же время многие из них были в то же время патриотами всё-таки своего Отечества. Так, у Владимира Соловьева мы наблюдаем очень неприятную вещь. Его сочинение начинает носить антирусский характер. Антиправославные идеи звучат у него. Он начинает защищать католицизм. весь погружается в изучение вот этой мистической литературы. Ну, особенно, конечно, софиологией занимается, да. В это время он читает лекции, которые были опубликованы им, публичные лекции, которые называются «Чтение о Богочеловечестве». На самом деле там речь идёт не подумать, что о Богочеловечестве Христа. Нет, нет. Немножко позднее вам скажу, с чем это связано. Совсем другое. Он интересуется церковными вопросами отношений церкви и государства, взглядом религии на многие социальные проблемы. Он выступает, даже когда было покушение, и, собственно, убили Александра Второго. Это страшнейшее злодеяние, которое было совершено. Он оправдывает его. Представляете? Этот период продолжается почти до смерти, кстати. Вот этот второй период до 99-го года, 1899-го года, почти до самой смерти. Там какие-то год или полгода, которые можно выделить в отдельный период, и я вам скажу, почему. Здесь у него странные пробуждаются. Он, будучи 40 лет, изучает и выучивает еврейский язык. Страстные апологии еврейства и полячества. Еврейско-польское апологетика у него звучит очень откровенно. Да. В этом плане он совершенный противник, если хотите, Достоевского. Сборник его выходит больших статей под названием «Великий спор и христианская политика, в которой защищает примат Рима». Многие считают, что в это время, что будто бы он даже принимает католицизм. Но, кажется, этого не произошло. Официально какого-то перехода из православия в католицизм у него, кажется, не было. может быть, по той простой причине, что у него нечего было отказываться, у него православия практически не было. В это время он установит очень тесную дружбу с епископом католическим Штроссмайером. Звучит резкая критика русской православной церкви. Православие как такового. Представьте, он пишет, таким образом в силу отрешения от мира Афон и православие вместо церкви воинствующей так оказалась лишь церковь дезертирующая. Он возмущается тем, что церковь не занимается решением социальных вопросов, социально-политических вопросов, которыми занимается церковь римская. На долю славянской самобытности с ее лучшими началами приходится послушайте, что он пишет, только хотя и чрезвычайно великие, но совершенно пустые и ничем не оправданные претензии. У него прям какая-то неприязнь звучит вот ко всему, я говорю, славянскому, славянскому, православному. И так далее. Он оправдывает реформу Петра. Пишет, вопреки всякой видимости, реформа Петра Великого имела в сущности глубоко христианский характер. По какой же причине? Вы только послушайте, по какой причине он считает, что эта реформа имела глубоко христианский характер? Ибо была основана на православно-религиозном акте национального самоосуждения. То есть отречения от всего своего национального и православного. Вот, оказывается, чем велики реформа Петра Великого. Вы слышите, что за дух? Впечатление знаете, какое создается? Что вот этот вот, который сидел на подушке, который бросился на него, ощущение, что вселился в него. такая неприязнь к православию, ко всему национальному. Кстати, об этих реформах Петра. Антоний Харповицкий, Иларион Троицкий, наш инспектор, да, святитель Иларион Троицкий, называли реформы Петра кощунственными. Очень справедливо. Недаром Волошин, ну, известный Максимилиан Волошин, наш поэт, называл Петра Петра первым большевиком. Очень точно. Например, в письме к Величко в 1895 году он пишет следующие очень показательные строки, которые характеризуют его, по-моему, полностью. пока ваша принадлежность к греко-российской синагоге, слышите, это подумайте, ваша принадлежность к греко-российской синагоге, или я прожил у вас несколько недель Великого Поста, и мы с вами правил Поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как, затем у него выделено, так как всё это не для нас писано. Он в это время стал католиком, видимо, есть основания сомневаться, потому что вот что он пишет в 92-м году к Розанову. «Я так же далёк от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, исповедуемой мною религия Святого Духа», насколько это актуально сейчас, сколько об этом говорят, «исповедуемой мною религия Святого Духа шире и вместе содержательнее всех отдельных религий». Вот у него какая религия. Кстати, не случайно Флоровский так и говорит, отец Георгий Флоровский, что источником, если хотите, началом нового религиозного сознания, это которое движение появилось в начале XX века, он, он Соловьёв был, он заложил основы его. Как раз это ново-религиозное сознание же говорило о религии Святого Духа. Кстати, на вопрос о вере при Всероссийской переписи 96-97-х годах Владимир Соловьёв указал, что придерживается православно-католическое вероисповедание. Правда, замечательно? Вот в это время он пишет работы «Религиозные основы жизни», иногда они как «Духовные основы жизни», истории будущей теократии, но особенно показать на него работу, запомнить её название, «Это Россия и Вселенская Церковь». Пишет он её на французском языке. «Ля Руси элеглис универсель». Я почему говорю об этой работе? Я помню, когда я впервые оказался в Ватикане, впервые, и зашли в их магазин книжный, и нам в те времена, это далёкие, предалёкие советские времена, нам давали бесплатно любую литературу. Ну, почти любую литературу. Берите только. И прежде всего, нам всем подарили Россия и Вселенская Церковь. Это всем дарят, только возьмите, пожалуйста, сколько хотите экземпляров. В чём дело? В этой работе, в этой работе Владимир Соловьёв страстно защищает примат римского первосвященника истинность католицизма доходит до того, что фальсифицирует даже некоторые вот деяния Вселенских Соборов. Ну, ещё бы! Католики в восторге! Не случайно. У меня даже есть это. Я всё-таки взял оттуда. Хотя у меня было и наше издание, но тем не менее. Вот, пожалуй, что ещё отметить? Опять-таки, в 88-м, в 95-е годы вот этот период он интересуется исключительно вопросами национальной политики российской. Осуждает, конечно, всё, что у нас в России совершается, критикует и, опять повторяю, резкое осуждение русских и апология поляков и евреев. Кстати, хочу вам сказать, что я помню, когда первый раз посетил Израиль, ну, это была официальная у нас была делегация, не как турист, турист, не как паломник, а это была официальная делегация, и как таковая мы должны были посещать очень многие места, связанные с тем, ну, с историей Израиля и так далее. И, в частности, нас, я помню, повели очень известный музей Ядвашем, музей жертв евреев, особенно во время Второй мировой войны, что показательно. У нас там русская еврейка, которая нас водила, всё рассказывала, к этому музею ведёт аллея деревьев. И она объяснила нам, что здесь каждое дерево именное, оно посажено в честь какого-либо из праведников мира. Праведник мира – это человек, который является не евреем, но который оказал какую-то особую, большую услугу еврейству. И, в частности, подвела нам к одному дереву и сказала, вот это дерево в честь Владимира Сергеевича Соловьёва. В 1997 году он пишет одну из, пожалуй, самых больших и, может быть, самых значительных работ, интересных работ. это монографическая буквально работа «Оправдание добра». Там очень большой фактический материал. Затрагиваются практически все вопросы, связанные с, будем говорить так, с этикой. Поэтому, если, когда вас какие-то могут интересовать стороны исследования, касающиеся нравственности вообще и принципам, и оценок, то имейте в виду, это фундаментальный труд, вот такой, толстый. Правда, далеко не всё, далеко не совсем можно там согласиться, особенно с его основополагающими вещами. Ну и последний период, который все души называют апокалипсический период. Не случайно его так называют. Это 1899-1900 год, то есть последний год. Я вам не сказал, что вот в этом втором периоде у Владимира Соловьёва довольно энергично звучит теократическая идея. В чём она заключается? Он считает, считает, что мир должен управляться Богом. Но как? Через человека. Кто же может быть этим человеком? Папа Римский. У него, правда, прослеживается здесь идея, что, конечно, Папа Римский будет заниматься всеми вопросами, связанными с духовной стороной жизни человека, с нравственностью, если хотите, даже в определенной степени социально-нравственной проблематикой. у него присоединяется ещё другая идея. Это идея сочетания, гармонического сочетания римского первосвященника и русского царя. И вот тогда это наступит воплощение, если хотите, того идеального государства, к которому стремится человечество всю историю. Понятно, почему теократия, потому что присутствует первосвященник. Так вот, в апокалипсический же вот этот год эта идея о соединении власти Папы с русским царём ослабевает. Кстати, вы знаете, почему эта идея? Что это же идея построения Царства Божия на земле. Владимир Соловьев энергично отстаивает вот эту хелиостическую идею построения Царства Божия на земле. Да. здесь он писал работу очень любопытную, ну, которая осталась под названием «Три разговора». Здесь он пишет действительно о проблеме по войне, о прогрессе, где он говорит в частности об этих идеях. Но самое главное, что обращает больше всего внимания многих, ну, всех тех, кто занимается, кому интересен этот вопрос, он говорит здесь о соединении христиан. Вот этой поиске об антихристе он пишет, что перед лицом антихриста, явившегося, христиане трёх основных ветвей объединятся. у католика в это время папой будет избран и примет имя Петра. Это будет Пётр Второй. Так вот он видит. У протестантов главой их федерации, всемирной протестантской федерации, во главе станет Павел. И во главе всего православия станет патриарх Иоанн. Так он образно. И тем самым он на что хочет, на что указывает вам? Понятно. Понятно. каждый из этих имён является, во-первых, именами апостолов, но миссия которых имеет свою специфику. Ну, о Риме говорить нечего, всё и так ясно. Это, так сказать, власть. Павел, который является одним из самых глубокомысленных, рассуждающих, если хотите, философствующих апостолов, где именно разумное начало проявляется в наиболее сильной степени, и он считает, что это как раз наиболее относится к протестантизму, и, наконец, Иоанн, апостол любви, которые как раз и составляют дух православия. И он считает, что произойдёт объединение этих трех ветвей христианства в то время, и они все трое единым фронтом выступят против Антихриста. Вот такова его идея в трёх разговорах. Многие увлекаются этой идеей, верят в эту идею, считают, что действительно это объединение христиан произойдёт, что именно таковое случится. Мне кажется, это полная чепуха, полная фантазия, какая-то мечтательность. И к этому, как мне кажется, есть очень большие основания. если мы посмотрим направление сейчас развития, хотя, нужно бы сказать, не развитие, разрешите, я переведу это на другой язык, эволюция. Так надо бы говорить не об эволюции христианства, а уже невооружённым глазом мы видим об инволюции, то есть регрессии, когда христианство слабеет, падает. Посмотрите, что творится с протестантизмом, что с католицизмом и православие идёт процесс обмирщения и, это уже моё мнение, и, возможно, произойдёт объединение, но это объединение произойдёт не в качестве, не в том качестве, чтобы противостоять антихристу, а чтобы принять его. чтобы принять его, уже римский же папа уже призывал христиан встретить второе пришествие Христа вместе с евреями, с иудеями. Уже сейчас всё чаще раздаются эти идеи. Посмотрите, вся деятельность христианских церквей, уж на Западе и говорить нечего, но и в православии всё сильнее идея какой-то социализации христианства, то есть обращение основного внимания, основных сил души, основных сил разума, деятельности на что? На вот эту внешнюю, исключительно внешнюю церковную деятельность. Вы когда-нибудь слышали, что проходила конференция православная, например, по проблемам духовной жизни? Например, основы духовной жизни в православии. Я, наверное, плохо слежу, никогда не видел. Что об этом говорить? Это личное дело каждого. Кто во что гораст, тот во что и верит. Как будто нет очень твёрдых принципов духовной жизни, твердейшие принципы, отступление от которых ведёт к прелести, к величайшим заблуждениям, к отступлению от Христа. Так вот, идёт явное обмерщение христианства в целом. И, я думаю, сойдутся в точке какой? Принятие антихриста, а не противостание ему. Потому что он... Почему принять? Потому что он воплотит все эти идеи, осуществит эти идеи. Какой идея? построение царства, вот Божий это вот только сказать нельзя, рая на земле. И это будет царство мрака, отчаяние, рабство, да, и в конечном счёте гибели. Но, увы, причина-то и его явление, слышите, причина его появления, да, будет что? Обмерщение христианства. Вы обратите на это внимание, вы же видите, вы же, наверное, видите, на что обращено внимание. Исключительно на внешние стороны церковной жизни. В духовную сторону всё просто оставляется. Принчанинов скоро будет деканонизирован, потому что он возражает, он резко критикует лжестарчество, лжемолитвенность, лжепослушание. под сейчас год его юбилей. Много ли прошло конференций в честь его? Вы не знаете? Маской не было? Я говорю, церковных конференций. Одна была встреча в РГБ, Российской государственной библиотеке. Ещё бы! Потому что это человек, который вот держит ещё в себе прям всё святотеческое наследие Древней Церкви. Посмотрите, все книги испечрены у него всё внизу, ссылки на святых отцов. Как он предупреждает о прелести? А сейчас понятие прелести-то исчезло. Вы думаете, почему это так развивается с такой силой у нас? Это секты всякие лже-духовники, лже-старчества, лже-движения. Почему? Потому что не знают люди этих устоев, основ, на которых строится духовная, правильная духовная жизнь, на которой только может. До чего доходят? Продаются книги наставники духовной жизни, в котором советуют молитву Иисусу произносить быстро-быстро. Помните, я вам говорил, какой кошмар! за час 3600 молитв Иисусовых в секунду молитвы Иисусу и афонский старец Харалампий весь в восторге. Где тут покаяние возможно, скажите? Где тут внимание возможно? Святые отцы говорят, где нет внимания покаяния, нет молитвы, самообман и прельщение. Маринчининов говорит прям со всей решительностью неспешные, внимательные, с остановками надо учиться молитве Иисусовой. А здесь сразу молодому человеку одним махом 14,5 тысяч. И сладость заиграла. прелесть. Вы подумайте, а ведь молитва, если хотите, составляет пожалуй, одну из самых существенных элементов любой религии. Без молитвы нет религии просто. Как таковое. Посмотрите, какие серьёзные вещи. Поэтому Бринчинину что вы? Я помню, когда в 88-м году произошла канонизация, то один из очень авторитетных, я вам не сказал, он сейчас епископ, сказал, это с какой стати ещё его канонизировали? Ещё бы! Кстати, сказал, человек очень верующий, но внешнего делания. Вы слышите? Внешнего делания. Итак, просто мне очень хотелось возразить в данном случае Владимиру Соловьёву и предупредить вас. Глубоко ошибочная идея. Никакого не будет соединения христиан трёх ветвей, в качестве противника Антихристу. Если и будет соединение, а это очень возможно, то в качестве принятия Антихриста это возможно будет. И экуменическое движение самим духом своим свидетельствует о том, куда мы идём. Уже видно, до чего во многом оно докатилось. Хорошо, некоторые идеи у Соловьёва. Может быть, да. Ну, в общем, он настаивает на необходимости исправить историческое христианство. Исправить. Он, как пишет Флоровский, пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. Совершенно верно. Совершенно верно. Он критикует святоотеческое богословие. Вы слышите? Богословие древних отцов. Не только древних, вообще святоотеческое. Знаете, за что? Как он считает? Я вам процитирую. Святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины. Вы слышите? Вот оно не достигает. Значит, у него достигает. Это какой? Не достигает полного понятия истины. Почему? Так как исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию. Вот он, идол. Напротив, святоотеческое богословие, как никакое другое, требует разумного отношения. Помните из Патерика собрались отцы к Антонию Великому на тему какую? Что является самым главным в монашеском делании? Один сказал пост, другой сказал послушание, третий сказал молитва. Правда здорово? Здорово. Антоний сказал нет. нет. Ни одно из этих деланий не будет правильным и не принесет пользы человека, если будет совершаться без рассуждения. Разумные отношения. Что вы? Христианство именно требует разумного отношения к духовной жизни, а не какие-то взбрыки эмоций. духовная жизнь – это разумная жизнь, а не хаос мистических переживаний. Это надо помнить и знать. Вот я и говорю почему. Почему нет конференции об основах духовной жизни? Показать эти разумные принципы надо, а не так, кому в голову что взбредет. Вот видите, он критикует и говорит об оправдании необходимость оправдания веры отцов в философии. В своих идеях он является сторонником Спинозы. Впервые он познакомился со Спинозой в юности, и он так и остался до последних дней своей жизни поклонником Баруха Спинозы. Абсолютный космос у него единый. Единый. Просто разница только в том, что элементы их составляющие одни и те же, только они в другом порядке устроены и больше ничего. Они единосущны, говорит он. У него нет нигде ясной идеи творения мира, искупления мира. Причем так вот, природный мир есть только другое, недолжное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Вы слышите? Классический пантеизм. Классический. Оказывается, и природный мир, и мир божественный содержат те же самые элементы, только они в другом порядке устраиваются. Злой и распад в природе Соловьёв рассматривает как необходимость для Бога. необходимость, чтобы он имел перед собой внеположное бытие, как он говорит. Бог любит хаос, цитирую его, в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал. Поэтому он дает свободу хаосу, и тем выводит мир из небытия. Свободу хаоса. Как раз все добра зело, а не свободу хаоса. В общем, Соловьёв совершенно не считается, я бы сказал, абсолютно, даже самим Священным Писанием не считается. Недаром разум у него вершина. Собственное понимание. Вот это и есть классическое западничество, классический протестантизм. Что мне в голову пришло, то является истиной. А то, что пишут святые отцы, что утверждает церковь, оказывается, это ничего не значит. Одной из идей, которые особенно оказались существенными, оказались в том смысле, что оказали влияние на последующую русско-религиозную философскую мысль, это идея Софии. Вот ту, которую он видел, если хотите, трижды. О ней он тут пишет многие вещи, то есть он пишет, её определяет по-разному, Владимир Соловьёв. У него нет единого какого-то понимания этой идеи, этого учения. Нет у него. Это и четвёртая ипостась, это и вечно женственное начало в божестве. Это, соединяясь с логосом, это божественная София, даёт нам Христа, то есть Христос есть логос и София. Это истинная причина творения, она из субстанции Святого Духа. Чего только не находим. Вот все эти вещи, они, конечно, свидетельствуют о том, о каком-то хаосе его идеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok